Здравствуйте, коллеги! Вы согласны с тем, что организация, методика, качество обучения – это все люди, живые, преподаватели, ученики, родители, руководители общества? Именно поэтому мы будем говорить о том, как эти термины касаются людей в первую очередь. Мы рассмотрим с вами принципы проектирования образовательной среды в моем докладе, мы рассмотрим критерии качества обучения, мы рассмотрим нормативы педагогической нагрузки и рассмотрим технические задачи и их решения на примере ЛНМО. Это не догма, это наш проект, это наше видение на сегодняшний день. Итак, принципы. Вся эта информация находится в открытом доступе, вы можете сами посмотреть, а сейчас я в доступной форме расскажу вам про то, как же мы формируем принципы проектирования или дизайн образовательной среды на примере платформы Moodle. Итак, принципы. Это основа для оценки и управления всеми этапами действий. Это предмет исследования, на которое мы сейчас обратим внимание. Обратите внимание, что принципы находятся в системе онтологических элементов, а онтология это генезис или сущность. Но мы не все знаем об этой сущности, и поэтому появляется система гносиологических элементов, как знания об этой сущности. И когда мы познаем, устраивая гносиологическую систему элементов, мы управляем развитием этой сущности. Как же формируется вся система элементов в онтологической схеме? Это всегда сущность обучения на основе знаний и интересов потребителей. Все очень просто. Мы, исходя из этого, формируем цели обучения. Они могут быть различны для разных классов, для разных групп, для разных гибридных или исключительных форм онлайн обучения. Мы хотим получить стабильность и выстраиваем функции, структуру обучения, как комплекс мероприятий, процесс обучения, как совокупность конкретных действий и процедур. И только в конце мы выходим на некие принципы. Мы их рассмотрим. А гносиологическая система элементов – это информация о результатах обучения, прошлых, текущих или тех, которые мы хотим получить. Мы понимаем, что это закономерность, я не готовность, умение наших обучаемых. Это ресурсы, в основном финансовые и технические, но также и кадровые. У нас возникают в системе гносиологических элементов некие идеи, модели, руководство назначает экспертов, на основе этого принимаются решения, создаются нормативно-правовые акты, выполняются действия, организация исполнения, опять анализируются результаты по выпуску, трудоустройству и так далее. Таким образом мы влияем на развитие и выходим на принципы. В свою очередь принципы – это основа оценки образовательной деятельности, которая при этом включает в себя критерии оценки, их представительность, показатели деятельности, это нагрузка, оценки, ошибки и так далее. Так где же сами принципы? Они также находятся на этой странице. Так вот, коллеги, мы считаем, что не надо создавать какие-то новые принципы. Нужно использовать общеизвестные принципы системного анализа, системного подхода и уметь их интерпретировать. Например, принцип системности предполагает учет не только фактора централизованного управления со стороны государства, но и оценку участия профессионально-педагогического сообщества. Тогда получается система. Второй принцип целостности, он интерпретируется так, что на сегодняшний день, судя по анализу, по опросам, по оценкам экспертов, мы используем всего лишь 12% из того, что имеем. Мы нарушаем целостность. Принцип иерархичности, третий, позволяет нам организовать управление с точки зрения иерархии. Например, руководитель анализирует отчеты о ходе обучения не менее одного раза в месяц, причем быстро. В течение одной минуты он видит один лист, одну страницу, где видны сводные показатели по, допустим, факультетам или по классам. И делает тут же выводы. А его заместитель два раза в месяц и так далее. Вот это иерархично сразу выстраивает систему управления качеством. Принцип функциональности может быть реализован на основе блока, то есть практически, плагина под названием рабочие процессы или workflow. Он у нас переведен и используется, где некий типовой сценарий по шагам позволяет преподавателю выстраивать процесс создания курса, его применения, а руководство одним взглядом видит сводную отчетность по всем этим этапам. Принцип целенаправленности, когда, например, в Moodle мы создаем пороговые критерии успеваемости. Принцип управляемости обеспечивает самодиагностику, то есть преподаватель не брошен, но он знает, как провести самодиагностику, мы посмотрим это сейчас. Седьмой принцип адекватности, например, реализуется наличие дополнительных и встроенных отчетов, по которым можно осуществлять прогноз и выявлять причины того или иного результата. Принцип наблюдаемости, например, это статистика тех же консультаций, диагностик, тестирования, психометрических данных. Быстро увидеть важные закономерности в обучении. Девятый принцип альтернативности может позволять оценку различных стратегий обучения у разных педагогов. Для чего? Чтобы выбрать оптимальные альтернативы, анализировать. И, наконец, десятый принцип это комплексности, когда мы можем анализировать, например, в Moodle ожидания и фактические результаты обучения, причем в многофакторном анализе. Вот и все, что касается вопроса принципов. Теперь можем перейти ко второму вопросу на основании этих принципов. Это нормативы примерной педагогической догрузки. Я сейчас их не буду рассматривать, но для чего это надо? Исходя из этих принципов, мы можем перечислить все работы, типовые процедуры в Moodle, оценить их трудоемкость как новичком, как среднеподготовленным сотрудником, так и специалистом. И посчитать суммарные затраты. Для чего? Чтобы, с одной стороны, выполнить условия полноценного использования всех возможностей платформы Moodle или другой платформы, но при этом не допустить перегрузки. Потому что перегрузка это всегда ошибки, это всегда ухудшение качества. Вот такой вот у нас подход нормирования труда для планирования, прогнозирования, что мы хотим и что в результате получим. Я думаю, это достаточно убедительный способ, хотя это всего лишь проект. Вы также можете просмотреть и для себя применить наши наработки. И, наконец, в этой системе есть важный блок, это технические задачи, проблемные задачи. Вот сейчас вы видите отчет, что мы добавили в Moodle из того, чего в нем нет. По дизайну, по контролю, по эксплуатации, дополнительно то, чего нет. Исходя из частных задач, из требований, которые были в ЛНМО. Например, большая проблема была решена, когда можно проводить автоматическое оценивание тестовых заданий по программированию, по математике. И мы можем этим поделиться по контингенту, по движению контингента, по активностям, по анализу. Таким образом, подводя итог, мы с вами рассмотрели те особенности по принципам проектирования, по критериям качества. Когда можно увидеть самодиагностику провести педагогу и оценить, насколько его курс качественный. А также увидеть, как мы нормативы внедрили по всем видам деятельности. И какие технические задачи нам пришлось решить. И мы рады, что смогли с вами поделиться. Очень будет хорошо, если вы найдете противоречия и вопросы, которые зададите мне, для того, чтобы раскрыть белые пятна, которые я не раскрыл в этом докладе, поскольку время на него ограничено. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь вместе с нами. Продолжение следует...